Надоели жадные, не дающие вулканы? Хватит играть в это пиратское старьё! Играй только в лицензионные игровые автоматы от мировых производителей! Тебя ждут мгновенные и безлимитные выводы, бонусы на депозит и еженедельный кэшбэк 10%. Регистрируйся и получи всё это в Казино Икс! Прямо сейчас! Ау, с вами Юлик, и то, что вы видели в Инстаграме, это не постанова, это не фотка, это скрин из видео, который я покажу в этом ролике. Ну, если коротко, то меня выгнали из квартиры. Не преувеличивай, меня просто выгнали из квартиры. Всё почему? Потому что у меня странные хозяева. Не странные, а плохие. Это вот именно та квартира, которая затопила. Получилось всё как? Я должен был платить за квартиру, ну, каждый месяц, и у меня оставался один день. Но хозяева решили приехать домой. Им, конечно, не понравилось, что дома находится, потому что, ну, я за собой убираюсь редко, но это не так страшно. Но не для хозяйки. Как она пришла, она стала себя очень странно вести, не по-деловому стала вести себя, как мамка, типа, а чё тут не подклеено, чё тут не убрано, чё мусор? Вечером приду, чтобы посуду помыл и мусор вынес. Я охуел немножко от этого. Это будет штраф за то, что вы здесь оставили? Я оплатил. Я оплатил проживание месяца до того, как я его прожил, и ещё у вас залог остаётся. Слушайте, не надо из меня здесь делать дуру, вы должны оплатить. Да вы из себя делаете дуру. Договор почитайте, заранее оплатите. Вы выйдите из квартиры, не хочу вас видеть. Выйдите отсюда, выйдите. Выйдите, выйдите. Вас оплачено до завтра. Вы отсюда, выйдите. Выйдите отсюда. Отсюда, выйдите, вы вообще никто здесь. Стал говорить, что я должен им денег за стол, за ещё что-то в квартире, которую им затопил, которую я, можно сказать, спас. Говорил, ну вот у вас тут техника стояла, вы должны были не технику спасать, а стол. Я говорю, ага, то есть лучше бы я спас ваш стол за 8000, чем технику 1000 на 120. Там очень много было всего. Мы с ней немножко подцапались. Она говорит, ну ладно, оплачивайте этот месяц, чтобы вечером я пришла, тут всё было чисто. Я говорю, нет, не хочу оплачивать. Следующий месяц я сегодня съеду. Она говорит, хорошо, тогда оплатите тот месяц, который вы прожили. И она не хочет понимать, или я не знаю, что у неё в голове творилось, но когда ты снимаешь квартиру, ты платишь деньги вперёд. Ты платишь деньги, проживаешь месяц. Платишь деньги, проживаешь месяц. И мне не нужно было оплачивать этот месяц. Она стала ругаться, стала ходить по квартире, ронять вещи. Вот тот свет, который у меня стоит, который вы видели на стримах, возможно, она его роняла, хихикала, хохотала, странно себя вела. Какая-то безумная женщина пыталась украсить ноутбук, который я взял у Юры Ивановой. Ну, чтобы писать было удобно, если я не дома. Она говорила, что она его разобьёт, потом она пыталась его стащить. Она выбежала из квартиры, я побежал за ней, чтобы отнять ноутбук. И выбежала на улицу, я её схватил, стал отбирать ноутбук. Вижу, выбегает её пухленький мужичок из машины. И бежит ко мне такой пончик сладкий. Ну, я понимаю, я ему делать ничего не буду, потому что я снимаю видео. Никак ему ответить я не могу. Он подбежал, схватил меня, повалил, шаркнул лицом у меня кирпичи. Это не кровь, это не смывается, это царапина. Как бы я не хотел это смыть. Дурак что? Что у вас происходит? Дурак? А мне просто душа тут здесь. Ой, душа такой бедный лед, господи. Дурак? Что дурак? Что, дурак? Что, дурак? Вот, и душил меня. Я просто лежал со свободными руками, ничего ему не делая, потому что мне не нужны проблемы. И снимал на камеру. Сошлись на том, что я собираю вещи, оплачиваю им химчистку и съебываю. И мужик-то у нее нормальный, адекватный, но каблук, к сожалению. А, и вот пока я собирал все свои вещи, чтобы уехать, хорошо, что у меня в тот момент друг из Москвы вписывался на машине. Он помог мне все это собрать, увезти. Пока я все это делал, она ходила и смеялась, и шуточки отпускала. Типа, ну давайте, покажите меня, сделайте мне рекламу. Хочешь рекламу? Получай. Какие деньги? Все оплачено было. Заранее. Заранее. Которые оплатил уже. Месяц. Не хотите себя так же повезти по пути, а до этого верить? Сидайки. На съемку. Номер? Телефон? Не, не надо. Мне кажется, это статья. В итоге я отдал им 8 тысяч за химчистку. Я отдал им залог в 25 тысяч. И они остались недовольны. И еще у меня пропала камера, которая стоит 40 тысяч. Я не думаю, что я мог ее потерять, потому что я помню, как я вещи клал. И помню, в один момент камера стоит на полке, в другой момент этой камеры нет. В любой другой ситуации я подумал, что я проебался, где-то ее потерял. Но здесь я не могу так подумать, потому что эта женщина, еще раз повторю, пороняла вещи и пыталась спиздить ноутбук, вообще не задумываясь. Но все, что не делается, все к лучшему. Сейчас я живу в другой квартире, большой, просторной, красивой. И такой приятный момент, когда вот это только случилось. Куча видеоблогеров и с теми, с которыми я общаюсь, и с теми, с которыми я не особо общаюсь. Все стали писать и предлагать свою помощь. Вот. Смотришь на русский YouTube и вроде все гавкаются и снимают всякие хейт-ролики. Но на деле оказывается на YouTube очень много хороших людей. На этом все. С вами был Юлик. Ждите море рекламы, потому что произошла неприятная ситуация, в которую ушло очень много денег моих и не моих. Так что ждите рекламы. Пока.